Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Довоцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое очертила десница Твоя, для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прогляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего. Пропитай нас Духом Твоим Святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжая вести его рукой сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословены. Евангелие Матфея, 5 глава, 45-48 стихи. Добудите с нами Отца Вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему, восходит над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец Ваш Небесный, призванные к совершенству. Для исполнения этой повелевающей заповеди нам необходимо взрастить праведность Божию в почве нашего сердца в формате древа жизни 12 раз в году, приносящему плод свой. И в связи с этим мы остановились на назначении праведности Божьей в сердце человека, призванной дать Богу возможность незаконным даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он это даровал Аврааму и семени его. Римлянам 4.13 «Ибо незаконным даровано Аврааму или семени его обетование быть наследниками мира, но праведностью веры». Получить наследие мира мы можем только через праведность веры. И еще раз мы здесь встречаемся с вероучением о праведности. И как в служении десятин пастор Аркадий нам показал, кто такие люди, одевающиеся в одежды иноплеменников, это как раз люди, одевающиеся в одежду. То есть под одеждой подразумевается как праведность, так вероучение и впоследствии образ жизни. Здесь мы видим о том, что наше будущее сопряжено с наследием мира. Но для того, чтобы это наследие мира получить, нам необходимо принять праведность в формате вероучения, которое станет образом нашей жизни. И когда праведность, которую мы примем как вероучение, как информацию, она станет образом нашей жизни, тогда мы будем иметь полное законное юридическое право взять то наследие, которое находится в Иисусе Христе. То есть когда Иаков становится Израилем. А Иаков становится Израилем тогда, когда Иаков убивает в себе Исава. Умирает в смерти Господа Иисуса Христа от всякой попытки своим плоским умом вторгаться в то, что Господь предложил для сердца, и не ставить свой ум наравне с умом Божьим. Поэтому мы облекаемся в наследие мира только благодаря праведностью веры. Говоря о наследии мира, мы уже рассмотрели первые два вопроса. Это какими свойствами Писание наделяет мир Божий и какое назначение призван выполнять мир Божий в наших отношениях с Богом. А посему сразу обратимся к рассматриванию вопроса третьего. И он звучит следующим образом. Какую цену или какие условия необходимо выполнить, чтобы во Христе Иисусе облечься в наследие завета мира. И четвертая цена или условия за право быть облеченным в мир Божий состоит в проявлении любви к Слову Божьему. Но к какому Слову Божьему? К Слову Божьему в формате Закона Божьего. Псалом 118, 165. «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». Итак, что следует рассматривать по законам Божьим? Какие цели преследует Бог своим законам? Какую цену следует заплатить, чтобы любить закон Божий? И каким образом определять, что мы любим закон Божий? Вот мы остановились на вопросе, по каким признакам следует определять, что мы любим закон Божий и пребываем в атмосфере великого мира, данного нам Богом праведностью веры. То есть это четвертый вопрос. И сегодня мы, разумеется, посмотрим на эту составляющую, признак, который нам покажет, покажет, что мы обладаем атмосферой великого мира Божьего. И первая составляющая, по которой нам следует испытывать и определять любовь к закону Божьему в своем сердце, это по отсутствию в своем сердце преткновения, как в законе Бога, так и в носителях и выразителях этого закона. Псалом 118, 165. «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». То есть люди, которые любят закон Божий, у них есть право обладать великим миром, этим великим наследием, и у них также нет преткновения. То есть они не притыкаются ни на законе Божьем, ни на тех людях, через которых они принимают этот закон Божий. И вот нам необходимо посмотреть. Хорошо, Господь, я люблю закон Твой. Вот в чем будет выражаться вот этот великий мир, который Ты мне дашь, и в чем будет выражаться вот это преткновение, от которого Ты меня сохранишь. Я люблю Твой закон. И Господь говорит, хорошо, давай коротко поговорим о великом мире, который я Тебе дам, если, разумеется, я смогу Тебя сохранить от преткновения. «Под великим и совершенным миром Бога, призванным облечь любящих закон Бога, просматривается обличение наших смертных тел в нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины». То есть вот этот великий мир – это обличение в нового человека. Кого? Тех субстанций, которые находятся в смерти. То есть это наше смертное тленное тело. Евреям 11, 38-40. «Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все сии свидетельстванные вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Итак, Писание говорит, что были люди, которые были достойны принять то, что мы ожидаем с вами и что должно исполниться очень скоро. Они были достойны этого. Они получили свидетельствование вере, что они угодили Богу. Но почему они не получили обещанного? Потому что Бог также и о нас предусмотрел нечто лучшее. Потому что то обещанное, которое Он будет давать им, оно несет в себе глобальные масштабы. Это не просто «мне нужно исцеление, вы знаете, ребята, мне надо выйти из долгов, помолитесь Господу». Об этом речи не идет. Это все маленький кусочек большой пиццы. Ну что исцеление? Они получали исцеление, они были богатейшими людьми, были здоровыми людьми, умирали здоровыми людьми. Когда я читал, говорю, «Господи, как они не получили обещанного? Да мне бы пожить их жизнью здоровый, сильный, славный, такое имя, богатство, миллиардеры!» И Писание говорит, они не получили обещанного. «Господи, а что еще нужно?» Он говорит, «Как что нужно?» Нужно нетленное, потому что все то, что они имели, это все было бесплатное приложение самого главного. Что самое главное? Это клятвенное обетование, ради которого Христос умер. Он не умер для того, чтобы набить долларами наши карманы. Он умер для того, чтобы облечь те сферы нашего естества, которые находятся в смерти. И исцеление, и процветание, и другие вещи являются только толикой, или же частью наличия клятвенных обетований. Поэтому Писание говорит, что они не получили обещанного, то есть вот этих глобального события, которое будет совершаться в преддверии надежды. То есть наша надежда. В чем заключается надежда? Надежда – это встреча со Христом на облаках, то есть в воздухе. Это наша надежда. Надежда со Христом. И Писание говорит, что у этой надежды есть преддверие. И преддверие надежды – это воцарение, воскресение Христова в наших смертных душах и смертных тленных телах. Для чего? Для того, чтобы нас приготовить ко встрече со Христом. И поэтому, когда мы будем приготовлены ко встрече со Христом и будем объяты в державу жизни и воскресения, только тогда мы встретимся с Ним там на воздухе. Потому что Писание говорит, что да, мы исчезнем во мгновение ока, когда встретимся с Ним. Но перед этим мы должны измениться во мгновение ока. А измениться – это так. Это тленное будет обличено победой Христовой. Его поглотит нетление, воскресение, когда я еще нахожусь в теле. Мы видим о том, что и Енох, который был восхищен, был в теле. Он не исчез. Он изменился. Когда Елисей увидел Илью в новом теле, который стал и передал ему свою истину, свое учение, он увидел его. Он увидел прославленное тело. То тело, которое Бог хочет оставить на земле и потом его восхитить в лице своей церкви. Поэтому, святые, здесь говорится, разумеется, о том, что они не получили обещанного, то есть то, что Господь обещал дать в глобальных масштабах для всей своей церкви. Потому они не получили вот этого. И только вот церковь сейчас подходит к такому событию, когда то, что Бог обещал дать в глобальных масштабах, Он это исполнит прямо сейчас. Скоро. Это была первая вещь, которую нам необходимо было знать, что велик мир у любящих закон Твой и нет им преткновения. Господь, я люблю Твой закон, Ты показал мне, что такое великий мир. Это то, что Ты обещал и то, что Ты не дал им, но дашь нам вместе с ними. И это и есть клятвенное обетование, когда Твоя держава жизни и воскресенье воцарится в нашем теле, и наше тело буквально станет церковью. И мы будем приходить не только в церковь, чтобы почувствовать Господа Иисуса, а когда Он может прийти в любое тело, которое стало храмом Его, и Отец и Сын, и Дух Святой могут иметь общение с любым человеком. И, разумеется, выходя через такое общение, человек будет пропитанный помазанием, силой, и люди будут в страхе, в ужасе от этого человека. Просто побыл в присутствии. Один побыл на помойке и ходит, и все нос поворачивает от него, ужас какой, на помойке побывал. А другой был храмом Божьим, является храмом Божьим, и его почтил Бог и побывал с ним в общении, в молитве. И, разумеется, когда он выходит из молитвной комнаты, там все вокруг него сияет. Иисус вот показал в Слове Своем, как это происходит, когда одежды его просияли. Что он сделал? Иисус был храмом Божьим, и Отец имел с ним общение. И ученики перепугались такого Господа, Учителя. Моисея испугались люди, которые побывали в общении с Богом, и вышел. И он даже не знал, что он сияет. Для него это было вполне нормально. Он говорит, а что произошло? Он говорит, что ты в зеркало не смотришься? Он говорит, я только в зеркало и смотрю. А что вы там увидели особенно? Он говорит, ужас. Ты сияешь. В буквальном смысле ты сияешь. И это просто сияние, которое наводит на нас ужас и страх. Понимаешь, через тебя смотрит Бог. Почему? Человек стал храмом Божьим, и Бог вошел в свой храм. Поэтому вот этот великий мир как раз и говорит о том, что когда держава жизни воскресенья утвердится во всех тех сферах, в которых сегодня еще пребывает смерть. Ну, во многих душах святых, которые находятся здесь, там уже смерть побежденная. Они обновили свое мышление духом своего ума. Там Господь поставил свой престол. Ну, еще наши тела, как мы видим, находятся пока в смерти. Ну, всему, конечно же, приходит предел. По крайней мере, хотя бы мы, то, что у нас за зубами находится, мы оторвали от ада. Все, это самое главное. Самое главное, ради чего хананские народы дрались, это оставить только один город, который называется языком, который находится за нашими зубами. Пасторик в каждой пропаде показывал, что все воины шли ради какого-то одного маленького города. И этот город находился в пределах, на окраинах. И этот город представлял язык. Хананские народы понимают, что если мы в нашем тленном теле отвоюем наш язык и начнем исповедовать веру нашего сердца, все. Земля хананская гарантированно будет землей Израиль, Израильской. Итак, мы увидели, что такое великий мир у тех, кто любит закон. А теперь давайте посмотрим, а что такое преткновение, от которого Господь нам обещал сохранить нас. преткновение – это преграда и соблазн. Это прелещение, обольщение, неверие, жестокосердие, гнев, раздражение и обида. Это все преткновение. Преткновение служит разрывом мирных отношений человека с Богом и открывает широкий пролом для вторжения бесов и их бесовской деятельности в жизни человека. Вот что такое преткновение. То есть, я разрываю мои отношения с Богом, и бесы имеют полное право вторгаться своей деятельностью в жизнь такого человека. Действие преткновения связано с двумя личностями. Во-первых, с испытующим, ставящим преткновение в лице Бога. И во-вторых, с соблазнителем в лице дьявола. Посмотрите, кто ставит преткновение. Преткновение может нечестивому поставить беззаконнику Бог, который испытывает человека и ставит ему преткновение. То есть, ставит его на сквозькие пути, и он летит в преисподнем, говоря, Господи, благодарю за силу и за помазание, за присутствие Духа Святого. Но на сквозьких путях, на саночках летит в преисподнюю пропасть. И это Господь, испытующий. И, разумеется, соблазнитель, дьявол. Бог, испытующий, дьявол, соблазнитель. Он также ставит через своих слуг свои преткновения. Он соблазняет своими слугами неутвержденные души. Давайте рассмотрим еще раз версию вот этого перевода. Еще раз. Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения. Как его нам объясняет апостол Аркадий. Он бы звучал в следующей версии перевода так обширно в следующем варианте. Обличение великим миром дано только повинующимся закону твоему, в силу чего у испытывающего и у соблазнителя нет повода и причины поставить им закон твой в преткновение. Что же скажем? Нет, вы здесь остановились, там уже другое место начинается. Здесь мы увидели, каким образом пастор объяснил, что как человек облекается в великий мир, что оно дано только повинующимся закону, и что у испытывающего Бога и соблазнителя дьявола нет совершенно никакого повода и причины поставить им закон Божий в преткновение. Они просто этого не могут сделать. Когда Господь испытывает святого человека, он видит, что он любит закон, он исполняет закон. И когда дьявол, как соблазнитель, видит, что человек любит закон, исполняет, да он говорит, что я же ничего не могу сделать. Он просто все делает по слову. Написано. Я ему говорю, а вот так, а вот так, бросься, поклонись передо мной. А он говорит, написано, написано, написано. То есть всякий раз, когда мы вводимся Духом Святым, то здесь Дух Святой хочет проверить нас, насколько мы сильны не искажать истину Священного Писания. То есть дьявол хотел, чтобы Иисус исказил истину Священного Писания, когда он был искушаем от дьявола, то мы видим о том, что мы также будем испытаны. Но, разумеется, если мы любим закон Божий, то у соблазнителя лица дьявола не будет никакой возможности сделать для нас преткновение, чтобы мы попали в эти сети. Давайте посмотрим, кто попал в эти сети. Ремельном 9, 30-33. Что же, скажем, язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры? А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень преткновения, как написано. Вот, полагая, в Сионе камень преткновения и камень соблазна. Но всякий верующий в Него не постыдится или не преткнется. То есть здесь апостол Павел со слезами говорит эти слова. Он говорит, язычники, которые не искали праведности, получили праведность по вере. И Израиль, который искал праведности дел, он не только не получил, он потерял ее, и он преткнулся на этой праведности и разбился насмерть на этой праведности. Почему? Потому что не искали в вере, а искали в делах закона. Еще раз вспоминаем, что такое одеваться в одежду иноплеменника. Одеваться в одежду иноплеменника это представлять праведность в своих делах. Я Господу делаю вот это, и вот это, и вот это. Он просто мне обязан дать спасение. Просто обязан дать спасение. То мы должны понимать, что вот Израиль на это надеялся, на свою такую исключительность. То, разумеется, они преткнулись и полагались на свою исключительность и на то, что они делают для Бога, что Бог просто обязан им этого сделать. А Бог никому ничего не обязан. Он хочет, чтобы люди принимали все по вере. Поэтому причиной преткновения становится непросвещенный ум человека, жестокосердие, связанное с непросвещенным умом, отсутствие праведности, полученное по вере, и дела закона, инициатором которой является плоть. Вот, пожалуйста, вот это все причины преткновения. Любовь к закону Божьему и преткновение на этом законе несовместимы, потому что преткновение возникает только в тех сердцах, в которых отсутствует любовь к закону Бога. Поэтому, если мы любим закон Бога, любим ту истину, не просто люблю, я, святые, люблю Слово Божие. Я люблю закон Божий. Потому что он становится влиянием над законом, когда мне его передает законодатель. А когда я беру вот это, у моего интеллекта есть очень много творчества, его конвертировать так, чтобы было выгодно для моей плоти, чтобы не было выгодно для вас. Но когда я принимаю вот это слово, оно уже конвертированное, оно уже объясненное. Это уже тот формат, где мой интеллект просто либо соглашается с этим и смиряется, и трепещет перед этим словом, и поклоняется перед порогом Божьим, либо начинает враждовать с этим словом. Вот это объясненное, истолкованное словом человеком, которого Бог послал в нашу или же в мою жизнь. Итак, в чем выражает себя любовь к закону Бога? Давайте посмотрим. Она же выражается в исполнении закона Божьего, что выражается в решительном отказе не прибавлять и не убавлять от имеющихся постановлений закона. Вот мы сейчас говорим, что Господи, я люблю твой закон, поэтому сохрани меня от преткновения и дай мне право на обладание великим миром. Господь говорит, ну вот, первое, как проявляется любовь, ты не будешь ни прибавлять, ни убавлять от имеющихся постановлений закона. Иеремия 23, 28, 29 написано «Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у Микины с чистым зерном, говорит Господь? Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» То есть, если человек видел сон, говорит святый, я видел сон, я хочу рассказать вам свой сон, но он никогда не должен говорить, так говорит Господь, «Я видел про тебя нечто, я видел ты такой, такой». Мы должны понимать, что мы имеем дело с человеком, который представляет царство тьмы. И если он рассказывает сон не как сон, но как слово от Господа, надо прямо вот так вот в лоб сказать такому человеку, «Да запретит тебе Господь». Почему? Ты не любишь Слово Божие. Ты рассказываешь свой закон и свои желания как Слово Господа. Если ты имеешь Слово Господа, а мы имеем Слово Господа, то говори его как Слово Господа. Поэтому, святые, это очень важно понимать. Если человек дерзает своим умом толковать закон Божий, то такое положение Писание рассматривает отступлением от закона Бога, что инкриминируется Писанием как особо в рот волшебства и колдовства, выраженного в противлении и нечестии. Откровение 22, 18, 19. «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей, если кто приложит, что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. А если кто отнимет, что от слов в книге пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей». Отнять от слов книги пророчества означает отступить от правды или же поступать без закона. Изетиль 3, 20, 21. «Если праведник отступит от правды своей и поступит без закона, когда я положу перед ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он. И я взыщу кровь его от рук твоих». Если же ты будешь вразумлять праведника, «чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу свою». Здесь говорится о том, что если человек несет ответственность за данного человека, и он должен его вразумлять. Разумеется, это не говорит о том, что сейчас я пойду направо и налево вразумлять людей, кого только мне заблагорассудится. Здесь только говорится об отношениях человека, который несет ответственность за другого человека. Поэтому он должен поступать так, чтобы он творил правду. Отступить от правды Божьей означает пренебречь законом Божьим в пользу толкований и постановлений человеческих, которые в притче Христа обуславливаются песком, на основании которого человек устрояет себя в дом Божий. Давайте посмотрим, как Израиль пренебрегал законом Божьим. Еще раз, Римлянам 9, 31, 33. «А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности». Почему? Потому что искал не вере, то есть вера в послушание вере, а в делах закона. «Ибо преткнулись о камень преткновения, как написано, вот, полагаю, сегодня камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится, то есть не преткнется». Та категория людей, которая искала закон праведности в делах человеческих, преткнулась о камень преткновения, который являлся законом правды. «А искавшая праведность в повиновении вере Божьей, этот камень стал для них камнем освящения». Как и написано, Исайя 8, 14, 15. «И будет он освящением и камнем преткновения, и скалой соблазна для обоих домов Израиля, петлей и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены». Поэтому проявление любви к закону Бога будет являться ключом к обладанию великим миром и защитой от преткновения. То есть Господь нас защитит от преткновения и облечет нас в наследие своего мира. Кого нас? Тот, кто любит его закон. А любить его закон – это не так, как любил его Израиль. То есть он любил закон, то есть принимал этот закон как праведность, законоправедность дел. Опять же, это Израиль даже и не знал, что он облечен в одежду иноплеменника. Еще раз, что такое одежда иноплеменника? Это образ, это учение, это образ жизни и вероучения, которые и в которых человек представляет не праведность Христа, а свою собственную праведность, и принимает только то, и надеясь только на то, что он понимает своим недалеким интеллектом. И Писание говорит, они не имели ревности по рассуждению, совершенно не имели. А имели только ревность о Господе. О, я так люблю Господа. Вот убили Христа ради Господа. Почему? Имели ревность. Извиняюсь, имели ревность по Богу, но совершенно не имели ревности по рассуждению. Иметь ревность по рассуждению – это значит любить закон Божий, любить закон Божий, это значит любить самого Бога. Любить самого Бога – это значит быть защищенным от преткновения и получить право на обладание Божьим миром. Еще раз прочитаю. Проявление любви к закону Богу является ключом к обладанию великим миром и защитой от преткновения. Чтобы побудить Израиля восстановить отношения с самим собою и таким образом получить основание защищать его от угнетающих его врагов, Бог, обращаясь к Израилю, говорил, Исайя 48, 18. «Ой, если бы ты внимал заповедям Моим, тогда мир твой был бы как река, правда твоя, как волны морские». Еще раз. «Ой, если бы ты только внимал заповедям Моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как морские волны». То есть, пожалуйста, здесь Господь побуждает Израиля восстановить с ним отношения. А для этого необходимо понять, что значит «внимать заповедям Его». И если мы будем «внимать заповедям Его», Господь сказал, что мир наш будет как река и правда как волны. Мы поговорим немножко об этой реке и об этих морских волнах. Но это при условии, если мы будем «внимать заповедям Божьим». Давайте посмотрим на этот первый глагол «внимать». Еще раз прочитай. «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река и правда твоя как волны морские». Глагол «внимать» означает «привести самого себя в состояние учащегося и таким образом стать учеником, чтобы обрести кроткое сердце и смириться перед Богом». Матфея 11, 28, 30. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Вот, пожалуйста, здесь написано, кто может «внимать». «Внимать» может только человек, который стал учеником. А стать учеником – это значит обрести кроткое и смиренное сердце. Не может быть такого, чтобы человек был учеником и не имел кроткого и смиренного сердца. Вот так вот. Поэтому ученик – это не тот, кто может дать вопрос, ответ на любой вопрос. Это умник. А ученик – это человек, который может дать ответ в кротости и в смирении. Это ученик. Даже потому, как мы даем ответы на вопросы, можно сразу вычислить человека. Там даже долго ходить не надо, не надо выслушивать до конца. Как он дает ответы? Как он преподает Слово Божие? Он преподает как свое? Или он преподает это как урок, который он, она выучили? Извлекли из него пользу и увидели это в других и в себе. То есть это уже ученик. А когда человек начинает умничать и так высока говорит со святыми, то это не учитель. Это просто умник. Ну, мы поняли, что такое «внимать». А теперь давайте посмотрим, если мы будем внимать заповедям Божьим. То есть мы станем вот этими учениками с кротким и смиренным сердцем. То Господь пообещал первое – мир твой будет как река. Второе – правда твоя, как волны морские. Давайте посмотрим, что такое мир Бога в образе реки. Итак, мир Бога в образе реки – это образ начальствующего учения Христова, вытекающего из едема нашего возрожденного сердца для орошения рая, непосредственного места общения с Богом. В Бытие 2, 8, 10 написано, «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из едема выходила река для орошения рая и потом разделялась на четыре реки». «Мир в образе реки, выходящей из едема, вытекает от престола Бога и Агенса, и под таким престолом подразумевается человеческое сердце, привязанное к Богу и посвященное Богу». Вот вам, пожалуйста, куда пастырь помещает едем, прямо в сердце человека. Превосходно. Почему мы любим слушать нашего пастыря? Не потому, что он, как говорится, говорит правду и истину, а потому, что мы видим себя в этой правде, там есть наша судьба. Он не только говорит повелевающее, основополагающее, которое можно обосновать писаниями. Он судьбоносное слово предлагает. Судьбоносное – это то есть, Боже мой, это что? Это во мне? Конечно же, давайте прочитаем об Иерусалиме и о тех, кто имеет органическую причастность к Иерусалиму. Откровение 22, 1-2. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки – древо жизни, двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов». Вот, пожалуйста, у нас есть река, и она вытекает прямо вот из-под того престола, который находится в нашем сердце. «Посвященный Богу человек, благодаря доброй почве своего сердца, пребывающего в вистине закона Бога, поглотил или же также восторжествовал над рекой лжеучения, и таким образом одержал полную победу над рекой лжеучения». То есть мы, интересно, видим второй вопрос. Пастор, показав нам чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, которая исходит из престола Бога и Агнца в нашем сердце, и мы говорим, «Слава Богу, это у нас есть, слава Богу!» Он говорит, «Стоп, стоп, стоп! Там может быть другая река. Вы не путайте ее с другой рекой. С какой с другой рекой? Читаем другую реку. Может быть, мы перепутали, братья и сестры, реку, чистую, как кристалл, с лжеучениями. Оно вроде бы истинно, но там что-то вкрапляется свое. У нас были такие люди, которые временно исполняли служение, которые брали труды пастыря, и из 23 страниц оставляли только минимум, где говорится о их привилегиях, как должны к ним относиться, какой у них статус в церкви. И мы говорили, «Вы можете, пожалуйста, читать все труды пастыря? Там есть что-то и для нас. Так, что это у вас такой задух?» И так далее. Ну, разумеется, пастырь этих пастырей снял с должности и полностью порвал с ними отношения, потому что... А как по-другому? Давайте прочитаем про вот эту реку, которая представлена как истина, но в ней даются только элементы истины, и все остальное ложь. Откровение 12, 13, 17. «Когда же дракон увидел, что неизвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в место от лица змея, в свое место. И там питалась в продолжении времени, времен и полувремени, то есть три с половиной года, и пустил змей из пасти своей вслед жены в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою». Вот, пожалуйста. Одна река выходит из-под престола Бога Иогнца, другая река выходит из пасти дракона. «Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Итак, вот здесь глагол «поглотить». «Земля поглотила землю». Глагол «поглотить» или «поглощать» означает привести в полное замешательство и смятение, запутать или сбить с толку. Вот как это происходит. Исайя 25, 8-9. «Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле. Ибо так говорит Господь, и скажет в тот день, «Вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Сеясь Господь, на Него уповали мы. Возрадуемся и возвеселимся во спасении Его». Вот если мы, святые, являемся вот таким Израилем, являемся вот такой почвой, то, разумеется, мы сможем поглотить то лжеучение, которое дьявол пустит против нас. И под вот этой землей, которая помогла жене, говорится о доброй почве нашего сердца. Что наше сердце может просто одержать полную победу, полную победу и возрастать над лжеучением. Наша земля, добрая почва нашего сердца, обратить внимание, то есть полностью одержать победу. То есть мы принимаем истину для своего сердца, и потом поливаем ее Словом Божьим для того, чтобы она могла принести плод. И, разумеется, дьявол пытается увлечь нас своей истиной. Но если у нас будет добрая почва сердца, то наше сердце поможет нам одержать полную победу над этим лжеучением, над любым лжеучением, которое будет предлагаться нам. Почему? У нас добрая почва. Оно очищено от мертвых и религиозных дел. Поэтому сегодня вот эта пасть дракона, это, разумеется, не просто какая-то такая интересная личность, которая в последнее время будет. А эта водичка-то уже потекла, она уже текла. Она уже текла. И уже течет. Которая увлекает людей в потоке смерти. Поэтому мы должны понимать, что она сегодня течет. В скафельдр, омвонах. Также между рядами она течет, когда так Господь мне показал. Я видела, сестричка, сон про тебя. Все. Что происходит? Как она рассказывает сон? Скажите. Видела? И пускай. Да и видела. Ну как? Это сон. Это от Господа. И начинает говорить, как слово Господа. Да запретите я, Господь. Ты не имеешь права, в моем научном писании, чтобы ты мне говорила свои сны и свои понимания, как волю Божию, как слово Божие. Рассказывай его, как сон. И при том, мне твои сны совершенно неинтересны, потому что то, что сегодня я услышала в трудах пастори Аркадия, это намного лучше, чем что-то ты там увидела во сне про меня, или про него, или про других людей. Поэтому, святые, мы должны понимать, что если у нас добрая почва, то любое лжеучение, которое пустят в нас, оно не будет иметь никакого успеха. Наше сердце просто победит его и проглотит это лжеучение победу Христовой. И в свое время оно, разумеется, проглотит и смерть воскресения Христова и жизни Христова. То есть, как мы видим, что жезл Моисея и Аарона, он проглотил жезлы волхвов в Египте. То есть, вот так вот Господь поступает. Что? Он проглатывает. То есть, и слово проглотить, брат Аркадий говорит, это полностью восторжествовать над рекою лжеучения. Это значит проглотить. Ну, хорошо, вот такое интересное было понятие, что если мы любим закон Бога, и если мы внимаем его заповедям, то первое, Господь говорит, что мир Бога будет представлен нам в образе реки. И теперь следующее понятие, это правда твоя будут, как волны морские. Итак, правда Божия в образе морских волн. Морские волны – это воды, приведенные в возмущение, либо ветрами, дующими над морями, либо землетрясением, произведенным на дне морей. То есть, вот когда образуются большие волны. Это либо ветра, которые дуют над морями, либо это сильные толчки, землетрясений на дне морей. Таким образом, правда Божия в образе морей или же морских волн – это вера человеческая, повинующаяся вере Божьей. Вот обратите внимание, то есть, где дует ветер Святого Духа, где происходят вот эти сильные потрясения. Это только когда вера человеческая повинуется вере Божьей. Сотрудничество нашей веры с верой Божьей всегда связано с двумя компонентами. Это с ревностью Божьей, которая сопряжена с дерзновением, чтобы сокрушить сосуды нечестия и гнева и исцелять сосуды милосердия. Без наличия этих двух достоинств – ревность и дерзновение – невозможно сотрудничать своей верой с верой Божьей в обличении самого себя в нового человека, в котором представлен мир Бога с человеком. Именно по наличию в своем сердце ревности и дерзновения этих двух факторов при соработе нашей веры с верой Божьей следует судить как о наличии в своем сердце любви к закону Бога, так и об отсутствии и преткновения на пути к реализации своего спасения. Итак, в чем выражает себя вот эта правда Божья в образе морских волн, то есть пастырь это увидел в ревности и в дерзновении, которые есть у христианина, и ревность, она всегда сопряжена вместе с дерзновением, и поэтому без ревности, но никуда, и также без дерзновения тоже мы никуда не пройдем. То есть нам необходимо иметь вот эти вот обязательно морские волны, не только, а вот как мы прочитали об истине, что мир твой был как река, но Писание продолжает «И правда твоя, как волны морские». И каким образом они представлены как воды морские и волны морские, это вот необходимо иметь ревность и дерзновение. То есть ревность – это сильная жажда. Сильная жажда. Ревность Божья как составляющая праведности, рассмотрим ее, а потом поговорим о дерзновении. Первое, ревность Божья как составляющая праведности Божьей – это выражение справедливого гнева Божьего или сильное возмущение его желаний, возбужденных оскорблением его святыни или же его состраданием к людям, имеющим сокрушенный дух. Вот, пожалуйста, когда у Господа выражается ревность, тогда, когда его святыня оскорбляется и когда его наследие находится в поношении и он начинает сострадать им. Две вещи – чтобы Господь в ревности встал, как муж, брани. Его надо разозлить двумя вещами. Первое, необходимо плюнуть в его святость, в его церковь, в его истину, в его посланников, в Духа Святого. И второе, примиряйте детьми Божьими, которые имеют сокрушенный дух. Это в такую ревность приведет, такие будут цунами по всей земле. Мало никому не покажется. Посмотрите, как красиво пастрик показал, что такое ревность Божия. Это Бог, возбужденный оскорблением его святыни и переполненный состраданием к людям, имеющим сокрушенный дух. Он говорит, вот как касаются зеницы ока, моментально, как муж брани и встану на защиту. Мы заинтересованы возбудить в Божье ревность, чтобы он встал на нашу защиту. Исайя 51, 14, 16 написано, «Скоро освобожден будет пленный и не умрет в яме и не будет нуждаться в хлебе. Я, Господь, Бог Твой, возмущающий море, так что волны Его ревут. Господь Саваоф, имя Его». То есть имя этого моря Господь Саваоф. Он говорит, «Волны Мои ревут. Я вложу слова Мои в уста Твои и тени руки Мои покрою Тебя, чтобы устроить небеса и утвердить землю и сказать Сиону, Ты Мой народ». Возмущенная вода – это вода, полагающая, поглощающая проклятие или же вода, исцеляющая от греха болезней. Давайте прочитаем Иоанна 5, 2, 4. «Ежи в Иерусалиме о вечих ворот, купальня, называемая по-еврейски Вефезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по времени нам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был, одержим болезнью». Вот, пожалуйста, каким образом вот эта ревность, она представлена вот в этих возмущенных морских волнах. Всякий раз, когда вода возмущалась, то тогда человек, который входил первым, получал исцеление. Но необходимо уточнить, где мы находимся, мы имеем эту Вефезду. Писание говорит, она должна находиться в Иерусалиме. Ездя в Иерусалиме, определили координаты Иерусалима, далее «Овечьих ворот». «Овечьих ворот» — это состояние сердца человека, представленного в достоинстве ученика, раба Христова, сына и дочери. И там у этих овечьих ворот в Иерусалиме есть купальня, то есть то место, где мы себя омываем Словом Божьим. И она называется по-еврейски «Вефезда». То есть это место благодати или место исцеления. Так переводится слово «Вефезда». И там обязательно должно быть пять крытых ходов. То есть если Иерусалим не имеет себя пять крытых ходов, где люди, омывая себя Словом Божьим, там нету порядка Божьего, представленного в теократическом служении, то, разумеется, это место не является Вефездой, там никаких овечьих воров нету. А почему нету овечьих ворот? Потому что там нету пять крытых ходов. То есть можно быть учеником только там, где вот в церкви есть учитель. Можно быть сыном только там, где есть человек, который представляет отцовство Бога. И вот люди ждали возмущения воды. И когда Господь возмущал воду или же ангел Божий, то тот, кто первым заходил, выздоравливал ее. И разумеется, здесь вся та суть не в том, чтобы первым забежать. Здесь вся суть оказаться в первом. И первым является Иисус Христос. Поэтому видим, что когда Христос пришел на это место, Он подошел к человеку и сказал, «Ты хочешь быть здоровым?» Он сказал, «Хочу, но у меня нету человека». Он говорит, «Я тот человек». Он говорит, «Вода не возмутилась». Он говорит, «Возмущается прямо сейчас». Он говорит, «Как это определить?» «Встань, возьму свою постель и ходи». Он встал, взял свою постель и начал ходить. Это о чем говорит святый? И то, что исцеление Господь хочет дать каждому человеку. Исцеление хочет дать каждому человеку. Он хочет дать прямо сейчас исцеление, но нам необходимо знать, что мы находимся в Иерусалиме, там есть пять крытых ходов, мы находимся о вечих ворот, мы находимся в купальне Слова Божия, омываемся Словом Божьим. И это дает право Духу Святому возмущать эту воду и в лице Иисуса Христа, который является первым, заходить и получать исцеление или же помощь для благовременной помощи. То есть, благодать для благовременной помощи. Вот, пожалуйста, что говорится о возмущении или же о морских волнах. То есть, морские волны представлены в двух компонентах. Это ревность и дерзновение. Вот мы посмотрели, вот что такое ревность. Ревность – это возмущенная вода. Ну, не только ревность, морские волны состоят из другого элемента, также дерзновение. Ревность плюс дерзновение является образом правды Божьей, представленная в морских волнах. То есть, для того, чтобы иметь возмущение, то есть, вот это, чтобы она возмущалась, вода это, и Дух Стре мог действовать, разумеется, без дерзновения ничего работать не будет. Поэтому следующее определение после возмущения воды нам необходимо понять, что такое дерзновение. Дерзновение – это юридическое право, дающее отвагу или смелость входить в освятилище при лице Божье к престолу благодати для получения благовременной помощи. Давайте рассмотрим места Писания, которые определяют дерзновение. Ну, во-первых, истинное и правовое дерзновение может быть основано на иначе, как только на учении о крови Креста Христова, обусловлено путем новым и живым открытым нам через разодранную завесу святилища в предмете ломимого тела Христа. Евреям 10, 19, 20. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Итак, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он открыл нам через завес, то есть плоть Свою. Входить в освятилище с дерзновением – это веровать в прощение своих грехов, которые восстанавливает мир с Богом. Матфея 9, 2. «И вот принесли к Нему расслабленного, положенного на постели, и, видя Иисус веру их, сказал расслабленному, «Дерзай, чада, прощаются тебе грехи твои». То есть здесь говорится о дерзновении. То есть всякий раз, когда мы получаем прощение грехов, и не только прощение, а оправдание. Потому что прощение грехов, оно не даст нам дерзновения. Но когда это прощение провозглашает Иисус Христос через своего посланника, в моем случае, в вашем случае, брата Аркадия, или человека, который временно исполняет, помогает ему в служении, то мы должны понимать, что когда он это исповедует, и мы вместе с ним исповедуем, то мы получаем не просто прощение, а оправдание. И когда мы получаем оправдание, у нас только сейчас появляется возможность иметь неразновение. Разумеется, когда я сделал грех, я могу прямо на месте преступления сказать, «Господи, прости меня за этот грех». Почему? Потому что я вообще-то хочу доехать живым до церкви. А что, если не доедешь? Поэтому надо, Господи, я это, кайся в этом беззаконии, я сегодня воскресенье, или когда там будет воскресенье, в собрание, я выйду и покаюсь, и исповедую свои грехи, я не признаю это безумие, это беззаконие, прости меня во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. И Он говорит, я тебя прощаю, Сын, но оправдание тебе может дать человек, которого я делегировал в твою жизнь. И поэтому Он говорит, Иисус, «Дерзай, чадо, прощаются грехи твои, имей дерзновение». Далее, говоря о дерзновении, мы говорим, что дерзновение – это результат, возникший от возрастания любви к закону Бога, дающий человеку возможность поступать в мире всем, так, как поступает Он. 1 Иоанна 4, 17. «Любовь до такого совершенства достигает у нас, что мы имеем дерзновение в день суда». Почему мы имеем дерзновение? «Потому что поступаем в мире всем, как Он». Потому что поступаем в мире всем, как Он. И, разумеется, Господь хочет показать нам через человека, которого Он ставит в церкви, как бы Он поступал в этом мире. И вот мы смотрим на пастырь и смотрим, как бы Он поступал вот в этом мире. Вот Христос. Или же тех людей, помощников, помощников, которые с Ним в одном духе, мы можем смотреть, вот как бы Христос поступал, находясь вот в мире, тогда у нас есть, разумеется, дерзновение. Если мы поступаем так, как поступал Он. И, разумеется, очень важно иметь вот этот пример в церкви. А когда этого примера нету, то у человека нету дерзновения. И чем ребята спасаются? Они спасаются криком. «Давайте крикнем еще больше!» Я не слышал, крикните еще больше! «Послушай, зачем нам кричать? Бог глухой? Давайте громче крикнем! Давайте будем прыгать!» «Послушайте, меня это устрашает! Так делали поклонники Вала!» Я могу даже ничего не говорить. Я могу закрыть уста и молиться, делать, как пастырь молился. Без слов. Когда ему сказали, это какая-то проблема с таким-то и таким-то человеком. Находился в присутствии людей. И он не сказал, вот, пожалуйста, ты, 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 в молитвенную комнату. Все, что он сделал, это вот. Все будет хорошо. Поэтому, когда Дима Юнин спросил, когда просят помолиться, это мне ждать жену, пока она придет с работы, и потом подниматься в молитвенную комнату, он говорит, молись прямо на месте. Не надо никуда, ни в какую комнату бежать. Если твою жену попросит помолиться, ей не нужно тебя искать. Пускай она помолится прямо на том месте. Прямо водите в присутствие Бога, имейте дерзновение, помолитесь за святых. Вот в вашей чеке, когда кто-то просит. И он говорит, я понял, я понял, что не надо дождаться особого дня, пока мы соберемся, встанем на коленочки, громко вознесем молитву Богу и тому поменем где-то в конце нужду. Все, вот. 30 секунд была молитва. Я сказал, все будет хорошо. Далее начали дерзновение. Дерзновение молитвы является таким форматом свидетельства нашей любви к закону Бога, что когда мы просим чего? По воле Его, Он слушает нас. 1 Иоанна 5,14. И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего? По воле Его, Он слушает нас. Далее. По дерзновению в молитве мы можем судить о том, что мы пребываем во Христе Иисусе, что дает Ему основания представлять наши интересы перед Невом, Землей и Адом. 1 Иоанна 2,28. Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться перед Ним в пришествии Его. Далее. Дерзновение в молитве – это результат доброй совести, очищенной от мертвых дел. в которой пребывает закон Бога. 1 Иоанна 3,21-22. Возлюбленные, если сердце ваше не осуждает вас, то мы имеем дерзновение к Богу. И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним. Далее. Дерзновение в молитве, определяющее наше пребывание во Христе, это надежный доступ к Отцу через веру во Христа. Эфесянам 3,10-12. Дабы ныне садилась известную через церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Далее. Степень дерзновения может быть различной. Все будет зависеть от степени нашего посвящения, служения. 1 Тимофея 3,13. «Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение во Христе Иисусе». Кто? Хорошо служившие приготовляют себе высокую степень, высшую и великое дерзновение. Далее мы становимся в достоинстве если мы останемся в достоинстве Дома Божьего и если мы не только будем хвалиться дерзновением и упованием, но и до конца сохраним дерзновение и упование. Евреям 3,6. «А Христос, как Сын в Доме Его, Дом же Его мы, и если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». И последнее. «Если же мы попытаемся использовать дерзновение на тот род служения, которому мы не призваны, наше дерзновение, как отвага и смелость, легко может обратиться в дерзость». 2 Царств, 6,7. «Но Господь прогневался на Озу и поразил Его Бог там же за дерзновение или же дерзость, и умер там Он у Ковчега Божия». Мы сейчас, святые, будем молиться, и я призваю на это место всякого человека, который хотел бы услышать в свой адрес слово «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Мы с вами дети Божии, мы с вами Его чадо, но чадо Божие должно иметь дерзновение. И это дерзновение – это не просто прощение, а это прощение, в котором есть оправдание. И Господь дает свое оправдание только в том месте, где пребывает память святому имени Его. А это место находится здесь, прямо сейчас. Будем молиться, святые, мы будем ждать вас, святые, у алтаря. Аминь. Готко и нежно Иисус призывает, всем приглашает любя. Стоу по рогу стучит, ожидаем, ждет он, придя и тебя. Приди, 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 всяких, кто жаждет беды. Нежностью, любовью Иисус призывает всяких, кто жаждет беды. Нежностью, любовью Иисус призывает всяких, кто жаждет беды. Нежностью, любовью Иисус призывает всяких, кто жаждет беды. Я буду молиться нашей молитвой. И прошу вас глубоко верить, что Бог за нас. Он не против нас. Он возлюбил нас вечной любовью. Он даровал нам дело своего искупления. Он встал между нами и нашими врагами, чтобы заступить и защитить нас, и чтобы поднять нас до своего уровня. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты. Руки воздетые к небесам – это знак того, что я готов принять от Бога без гнева и сомнения. Молитесь, пожалуйста, вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе и на этом святом месте, в собрании святого народа Твоего я раскрываю мое сердце, чтобы Ты мог увидеть мою боль, мое страдание, мою рану, нанесенную грехом и похотью, которые я ненавижу и от которых я отрекаюсь. Я прихожу к Тебе с моим запинающим грехом, болезнью, страхами, попорной честью и поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня и защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи Ваши и беззакония Ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и додаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, а десную Тебя а к Тебе не приблизятся. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. И да придет все это на Тебя и на все потомство Твое. И весь народ да скажет Аминь. Закончим нашей неизменной манифестацией. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить перед славой Своей непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Слава и велич talя. Продолжение следует...